Вот этот листочек как раз в книжку он вставлен, как первая страничка. Простите, я... Когда вы начали писать это? Вы знаете, это было в 50-м году. Понимаете, это не дневник, это просто последовательность событий. Потому что мне было 7 лет, и я, конечно, не могла вести дневник, и мы с ним не было. И это вряд ли было вообще написано. Если бы это не предвиденное обстоятельство, когда пришла женщина и сказала, как они прекрасно жили в блокаду. Понимаете, меня это настолько потрясло. И вот тогда я решила написать, как было у нас все с мамой. Потому что в блокаду разные мы были, по-разному блокаду переживали. Как говорят, я так говорю, у каждого была своя война и своя блокада. У каждого. Даже на той же передовой каждый по-своему это видел, переносил. Спасибо. Да вы не стесняйтесь. Прямо вот так вот, 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 вот. Листайте, где у вас глаза, как говорится, застрянет, там можем подольше посмотреть. А вы не прочитайте про мышку стихотворения. Про что? Про мышку. Про мышку? Это, вы знаете, мне вообще было страшно голодно, ужасно голодно. Ну, ничего, я еще тогда читать не умела, вот, только стены разрисовывала. И лежать-то уже целый день уставала. И иногда вот так садился за столом, вот так вот сидел и смысленно или смотрел, там, или, может быть, так тоже рисовал. Вот там у меня дядя художник был, были какие-то оставались бумажки, краски там, вот. И повадилась ко мне мышка лазить на стол. Вот. Ну, они тоже голодные, потому что нет, где нечего было грызть. И вот мы вот так вот сидели, она вот так вот сидела, я так. И, понимаете, ну, я не знаю, в детстве вообще любят животных, не гоняют, да. Некоторые брезгуют их, но я как-то так, это, знаете, вот, она как соседка моя. И вот мы, значит, с ней сидели друг на друга, смотрели и молчали. И вот такой стихотворение у меня родилось. Мышь сидела на столе, разделив со мной соседство. Смотрела на меня, словно я пустое место. Нет, не пряталась она, может, помощи искала. И дрожал обрезанный хвост, тяжело она дышала. И живот прилип к спине, носом нервно поводила. Умирала потихоньку наша старая квартира. И сидела тихо, мышь, на меня смотрела грустно. В животах у нас обеих было хуко-две пусто. Вот такой стихотворение появилось. Когда знаешь, тогда тяжело это вспоминать. Спасибо.